Нам нужны финансировать не административные издержки, а живые исследования в интересах страны, экономики и наших граждан. А в данном случае получается, что государство даёт деньги, а задачи, связанные с обеспечением государственных нужд, часто очень перспективные задачи принципиального характера, не формулируются государством. В текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи, их немало, когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причём конечного результата не просматривается. Я думаю, что и молодые перспективные специалисты в таких исследовательских командах не задерживаются или морально просто ломаются. Неинтересно. Вот для справки. В прошлом году в академических институтах по 40-40% тем не представлено ни одной научной работы, учтённой хотя бы в какой-либо из баз цитирования. То есть, получается, либо результатов нет, нет вообще, либо они никому не интересны. Или другая ситуация. Вместо конкретной технологии, оборудования, профильные ведомства заказывают различного рода аналитические отчёты и прогнозы. Они, конечно, тоже нужны. Вроде бы исследования ведутся, а результат – очередная подшивка презентаций и таблиц, с которыми можно подчас познакомиться в любом открытом журнале. Ну, конечно, хочу оговориться, наверное, такие работы тоже нужны, только зачем их тогда называть научными исследованиями? И стоят ли они таких денег? Знаете, сколько на это уходит? 40 миллиардов рублей. Кстати, ещё в 2014 году было дано поручение по оптимизации госзадания, чтобы его значительная часть распределялась на конкурсной основе в отношении учреждений высшего образования. Такой механизм заработал в отношении высшего образования. Почему он не распространяется на научные организации? Непонятно. Продолжение следует...